добрый день уважаемые зрители нас сегодня новый формат видео мы будем говорить о очень интересный объект недвижимости и я думаю что любая загородная жизнь любой загородный дом и владелец мечтает о собственной бане и мы сегодня посетим баню на опушке где нам расскажут как правильно построить баню какая она должна быть как правильно париться ну очень много масса вопросов в том числе у меня и даже для тех кто вообще мечтает собственном загородном доме или просто решил посмотреть это видео чтобы ознакомиться мы раскроем эту тему здравствуйте геннадий мы кого-то понравилось на ваша баня понравилась концепция хотим задать вам вопрос вопросов у нас масса много потому что у нас подписчики каналов канала недвижимости кто-то мечтает о собственном доме мы часто рекламируем объекты какие-то загородные там всегда есть бани но вот баня в доме это обязательно я понимаю что многие клиенты сегодня мечтает чтобы как они говорят отдельно стоящая банька чтоб я пошел затопил но масса проблем масса проблем в плане того что люди во первых не знают как правильно строить как правильно париться представлю геннадий мороз бронзовый призер чемпионата мира по парению международного чемпионата по парению судья международной категории профессиональный парильщик руководитель руководитель школы банного мастерства 1 белоруссии но консультант по строительству естественно кто больше бань видел и кто может больше о банях рассказать чем я хобби посвятили профессию да да то есть это вам нравится и вы решили это развивать да я поменял профессию хобби местами понятно ну хорошо расскажите про вашу баню как вот пришла идея создать вот именно такого аутентичную банный комплекс который сегодня там скажем можно прийти и попробовать попариться ну потому что не ездили ездил долго по разным баням насмотрелся и есть очень много практик и как всегда я взял что-то для себя что-то самоулучшил что-то придумал и в результате мне нужно было такая баня где мог бы реализовать полностью свой потенциал потому что иногда когда просят где-то попарить приезжаешь там есть условия которых невозможно что-то сделать то или другое практику технологию парения еще что-то а здесь можно делать все что угодно то есть баня позволяет поработать совершенно любых кондициях с любыми технологиями любимым практиками вот поэтому пришлось сделать самому себе баню для того чтобы она удовлетворяла всем моим потребностям то есть вы увидеть свой опыт реализовали то скажем вот вот хорошо почему первый вопрос сейчас самый главный вопрос люди спрашивают баня уже никто не хочет строить баню именно с дерева но все строят там кирпичную ночью просто обшиваю дерево у вас именно баня деревян это принципиальный вопрос или нет вопрос абсолютно не принципиально еще будет сделано баня прежнюю баню я строил в коттеджном поселке и там естественно это в общем рядышком с минском там коттеджи и такая бы баня там смотрелась в урыве глаз она у меня была из газосиликата была очень интересная планировка очень даст сама достаточно тоже классная но из газосиликата а здесь вот такая бывание наверно смотрелось бы не к месту то здесь лесная опушка дом деревья все и поэтому выбор материала он был однозначен только дерево но когда я сделал из дерева я понял что абсолютно не прогадал грамотно хорошо правильно сделанная баня или в любом случае сруб он даст фору любому материалу чтобы кто не говорил вот у меня есть наглядный пример и дом например вот сорок седьмого года стоит деревянный все шикарно ну деревянная баня это классик классик мы подытожим что если кто-то захочет построить себе баню не обязательно чтобы это было вот деревянная когда многие говорят что отдельно стоящие все страны то есть можно построить хорошую баню при доме либо в доме и не обязательно чтобы она были стены расскажите нам про вашу печь печь может быть любой но она должна выполнять несколько функций она во первых должна нагреть нам камни с которых мы берем пар она соответственно должна нагреть парную не перегреть ее а умудриться нагреть парную и нагреть камни без без того чтобы парной была раскаленная атмосфера еще одна из задач этой печки это обогрев всей бани потому что у меня другого вырывания здесь нету идет только вот через обогрев через этот щиток отопитель и третья функция тоже может быть одна из важнейших высушить парную после всех процедур потому что в процессе парения пар проникает и в строение в конструкции материалы и воздухе и его нужно потом будет высушить удалить то есть печка должна высушивать парную по окончании банных процедур скажите я столкнулся с проблемой что допустим вот баня как вы говорите перегрета то есть приходят допустим много зашли там попарились слили пар подбросили заходишь баню такое чувство что там сжигает сама печка металлическая раскален я щас от обратил внимание что очень хорошо там париться в тех где очень много камней не только они сверху но и по бокам то есть получается у нету вот этого эффекта как я его называю кри там действительно тепло и теплый воздух не такой сухой не обжигающий то есть печка я так понимаю что должно быть очень большое количество камня я знаю что в парилке как вы говорили там до полуметра и вы это специально сделали чтоб можно было допустим лить и лить и лить правильно поддавать пар во первых большое количество камней она позволяет саккумулировать много тепла для того чтобы а если мы чуть-чуть печка эта печка постоянного действия спички постоянного действия периодического это печь постоянного действии если мы немножко забыли подбросить дровишек в ней есть необходимые аккумулирующая такая составляющая которая позволяет нам получать par а потом подбросить и дальше дровишки и мы продолжаем париться дальше вот то есть для этого большое количество камней и также для того чтобы потом опять же создать вот этот ядро теплое которое высушит парное вот в любые печки до любые печки я считаю должны быть чем-то обложены либо камнем либо кирпичом продаются сейчас есть варианты обшиты самыми различными там видами камней и есть тысячи которые вкладываются кирпичом чем вот лучше топить и сколько должна топиться печь это очень зависит от обстоятельств было накануне вами не было у меня печка топится каждый день поэтому мне достаточно вот часа полтора для того чтобы ну час может быть после вчерашнего чтобы она вышла на такой режим пляжный с которым мы начинаем парение и процессе пока мы делаем первый заход мягенький спокойно прогревание потом мы делаем скрабы потом пьем чай его за это время она набирает дальше температуру когда приходим париться камни в районе 400 градусов так есть их точно а вот начало парень из какой температуры оптимально 40 45 градусов это пляжный режим мы даем пар и вот мягким парам окутываем гости чтобы не было ощущение что зашел куда-то в жаровню и тебя сразу прожарила и все остальное ложатся мягкий аккуратненький режим во-первых полки не раскаленные все культурно и после того как гости легли на полок мы поддаем пар и этим парам мы нагнетаем потихонечку прогреваем прогреваем гости неправильно как многие считают что все баня нагрелась до 100 градусов там или 90 все идем до этого не ходим то есть это неправильно надо идти с температурой больше 40 градусов и уже потихоньку привыкать в это воскресенье меня приглашали сделать парение по сертификату было день рождения одного человека спросили до какой температуры топить баню я сказал в парной должно быть 50 камни должно быть минимум 300 я понимаю что для людей которые далеки от этого и это ведет в некий ступор и на самом деле там так и случилось не не знаю чем померить вообще как это вот такое возможно мой принцип что в парной должно быть свежо камни должны быть горячие то есть я еще раз повторю печка должна обеспечить нагрев камней до 400 500 градусов можно и выше но парной она не должна перегревать парной не должно быть выше 60 градусов вот и поэтому когда говорят что у нас парной 80 чаще всего это маленькие печки которые не могут обеспечить длительный такой режим как здесь где много камней есть и они тогда вынуждены постоянно их потапливать потапливать и держать в таком тонусе не только камни но и всю парную но тогда я рекомендую почаще проветривать хорошо смотрите я столкнулся еще с такой теорией значит что большинство за счет того что когда пробивает пар на камнях испаряется остальная вода попадает на металл окисляется выделяет углекислый газ это правда может испаряться с любой поверхности она при попадании на металл не выделяет углекислый газ отнюдь единственное что попадая на металл она может приобретать привкус металла если постоянно лить и металл ржавеет окисляется в воздухе будет привкус металла при подаче на камни поэтому рекомендую поддавать все-таки на камни сделать таким образом уложить камни чтобы было максимально то меня здесь сантиметров 50 на высотой камни глубиной поэтому здесь я поливая в одно место на черпак он глубоко пролив проникает и все это с камней мы берем пар чтобы не затрагивать металлический конструкции сталкивались с печками на инфракрасными обогреватели то есть два про красных тена а в середине чаша с камнями то есть принцип того что ты льешь все что не испарилась она вытекла внизу но в то же время нагревается да сталкивалась имеет место быть такое вот эта печка такой же конструкции то есть здесь нету чаши в которой лежат камни куда можно налить воды много и камни зальются и они потом в результате будут вариться кипеть как кастрюля здесь другая конструкция печки и и никогда не в невозможно залить сюда можно просто ведра милить сверху воду лишнее будет уходить вот как про тупичку да шумана не заставилась мы поговорили с вами про конструкцию печки то есть обязательно конструкция должна быть чтобы именно вода лишь не могла уходить таким образом но печки я так понимаю что должны быть металлические либо вот как раньше собирали глиняные скамни или это не принципиально имеют право быть те и другие печки сейчас в наше время вот ведь очень хорошие металлические печки но есть поклонники из старых печей если хотите уже вот такую же классику классику ставьте сруб ставьте там печку периодического действия такую чуть ли не по-черному можно сделать и тогда вам будет вот то что вы хотите а если вы такой современной еще не вы хотите более динамичное такое ну тогда вот металлическая печь как через час после растопки уже можно заходить потихонечку начинает греться ну коль уже начали про печку давайте закончим значит камни какие должны быть карты ну что лучше предпочтительно чтоб держал по что был хороший на самом деле камни могут быть любые в принципе для гурманов есть нефрит самый дорогой камень потом этот же дает чуть подешевле но у меня лежат обычные камни это малиновый кварцит белый кварц габрадиабаз единственное что их нужно чаще перебирать смотреть вообще есть такое правило что камни в бане нужно перебирать столько раз в году сколько раз в неделю вы паритесь если вы парите каждый день 7 раз в неделю значит нужно 7 раз в год перебирать камни они имеют свойство трескаться высокая температура попадает вода они могут раскрашиваться поэтому их нужно периодически перебирать пересматривать закладывать обратно на счет можно и промывать некоторые закладывают изоляторы керамические некоторые закладывают чугунные чушки различные все имеет место быть это уже предпочтение нельзя сказать что что-то лучше в принципе любой камень которые допить баню ну я тоже не не вижу каких-то принципиально мне кажется топить главное чтобы хороший пар разная дрова дают разную температуру камней березовые дают повыше температуру например но я уже не беру там дуб граб ясень такие более твердые которые в принципе могут и печку до развалить до температуры а вот классика это березка либо царские дрова считались липовые ольховые и на самом деле я вот когда хочу сделать баньку помягче такой вот более такую женскую наверное я тогда топлю ольхой да есть разница все таки когда банька вытоплено либо ольхой и вы березой вот вчера была компания молодых ребят крепких спортивных было вытоплено березкой и чувствовалось вот это то есть именно вот такой вот жуха то как бы он пожестный такой крепкий хороший вот он такой вот и в то же время крепкий но мягкий дух был от ольховых дров у меня лежат дрова еще вот здесь вот березовые а там сбоку лежат осинка то есть осиновыми дровами обычно завершаем делаем последний заклад осиновых дров потому что осина хорошо чистит ту сажу которая накопилась в дымоходе вот поэтому если будут разные виды дров то всегда можно ими поиграть и всегда можно использовать и которые нужны именно для этой компании ну отлично вы сейчас тут много поговорили про печь давайте уже тогда перейдем уже сам основной баня это парная да и поговорим про парилку про парную да правильно про парную парилки это в общественной банке парилка это женщина которая работала работает в бане в банях издревле всегда это было самое чистое место и там всегда и готовили невесту и жениха готовили и детей там принимали роды и рожали и много-много было связано с этих ритуалов и вот женщина которая работала в бане называлась парилка а помещение называется парная все понятно ну пойдете партнер парно я видел все время обычно как сложилось мнение что раз полка 23 здесь у вас совсем по-тругому здесь у вас нижние специальные я смотрю вверх ну расскажите почему они на таком уровне мое инженерное прошлое все-таки не дает мне спокойно что-то создавать и существовать исследовать все каким-то принятым часто очень таким зашоренным и ошибочным взглядом и в этой парной у нас два режима этот полок у нас для спа процедур он имеет такой более мягкий режим вот на этом полке этот полок для парения здесь побольше пара и мы на нем паримся это обусловлено во первых высотой их это чуть чуть ниже это чуть повыше и самое главное обусловлено изгибом потолка пар этой парной пар при подаче идет по диагонали к тому полку в тот уголок опускается там на ножке лежащего гостя проходит через него и потом уже возвращается к лежащему этому гостю поэтому здесь пара нету никогда здесь очень мягкий такой режим вторичного пара первый пар всегда приходит к тому гостю то есть получается если мы паримся то там только тогда если кто-то захотел сделать себе баню да пойму как рассчитывать три полки и лучше 2 но и пара как вы рекомендуете очень зависит от конструкции бани от того места где будет сама парная это могут быть или образные полки это могут быть и п-образные по трем сторонам это может быть и т-образное расположение полков это все очень индивидуально и это я сделал для себя поэтому вот такой вариант может быть но также могут быть совершенно другие различные варианты которые я рассказал это не не догма это не эталон это один из вариантов но вот этот миф то что парят на верхней полке это правильно потому что там выше и пар ну естественно мы паримся поближе к пару для того чтобы попасть нам в то место иногда делают высокие ступеньки но делают высокие ступеньки там где высокие потолки то есть сделаю два с половиной 2 и 7 метра высотой в парной потолок и потом лезут туда за паром зачем естественно опустите ниже потолок и парни будет туда уходить и тогда вы просто вы будете у вас полки будут в одном уровне и вам здесь хватит пара какая высота потолка оптимально для парной 2 и 2 2 и 3 максимум максимум 2 и 3 метра высота потолка а первый допустим лежат для парения на какой высоте 1 и он же должен быть единственным сантиметров 70-75 удобный такой для того чтобы можно было парить но я обратил внимание что у вас пол пол она большая широк ну то есть обычно сходарты это специально сделано чтобы можно было комфортно лечь естественно у нас должно быть везде комфортно комфортно в комнате отдыха комфортно переодеться комфортно в комнате отдыха попить чаю комфортно помыться в душе там сделано скамеечка где можно сесть и расслаблено спокойненько помыться также и здесь парной но самое главное что здесь могут лить четыре человека так как моя баня рассчитана на 4 максимум здесь ложатся но в зависимости от комплекции здесь один человек ложится или папа с сыном или мама с дочкой здесь ложатся там с ребеночком или детей тут укладывают взрослые ложатся там то есть здесь спокойно лягу четыре человека в форме нельзя сидеть как мы с вами сидим ну так как мы беседуем в процессе парения мы всех укладывает то есть обязательные принципы чтобы равномерно я еще слышал вы рассказывали про пирог пирог пара расскажите что это пирог пара это то количество пара который стоит под потолком и если мы открываем окошечко либо открываем дверь то пирог пара это то что остается наверху у нас между потолком и вот этим этой границы почему раньше и делали низкие двери в парной во первых чтобы ты входил в парной поклонившись баннику в каждой бане живет банник во вторых чтобы пирог пара он стоял всегда ниже уровня полка или на уровне полка поэтому полок для парения делали повыше а косяк двери делали пониже и тогда человек лежащий на полке оказывался в пироге пара и как бы дверь не открывали он всегда был в пару также можно этот вопрос решить при помощи пара захвата то есть на дверь вешается плотная ткань до уровня полка и тогда мы можем париться вплоть до того что с открытой дверью потому что снизу к нам приходит свежий воздух а пирог пара стоит уже выше этого свежего воздуха и такой выход может быть для перетопленных бань для тех бань где маленькое помещение и мало воздуха потому что в школе своей я рассказываю своим ученикам что войдя в парную если вы вас куда-то пригласили вы должны первую очередь оценить количество времени которые вам там отпущено если парная маленькая и сидит человек 5 которые хотят посмотреть как вы парите там парите вы еще лежит гость это семь человек бывает да то готовьтесь к тому что больше пяти минут вы нам не проведете в соответствии с этим и нужно построить программу с не хватит не хватит кислорода вы уже будете через силу работать это неправильно вы должны быть всегда хорошем ресурсе и самое главное что потом может болеть голова нехватки кислорода и вот очень часто в парных выходим не потому что мы перегрелись а потому что у нас не хватает кислорода и уже интуитивно хотим отсюда выйти дать и вздохнуть уходим мы вздыхаем так вот в большой парной у нас больше возможности есть дышать воздухом вы затронули тему кислорода в парной это на самом деле очень важно что голова болит принципе от гипоксии то что нехватка кислорода и человек после этого чувствует чтобы обеспечить приток воздуха какая должна быть вентиляция в парной несколько способов опять нет ни к ней кого эталона иначе все бы строили бывает вентиляция залповая вот в моей парной она большая у меня здесь залповое проветривание осуществляется когда мы паримся в парной должно быть должен быть режим термоса все должно быть закрыто и у нас должен быть вот перо пара стоять с которым мы парим когда мы выходим мы открываем окошечко открываем дверь моя парная как раз с учетом розовых ветров построена быстренько продувается насквозь наполняя унося ненужный отработанный уже воздух и наполняя парную свежим воздухом мы закрываем окошечко закрыли дверь и приглашаем следующего гостя к парению это залповое проветривание также может быть вентиляция процессе парения сделано по принципу шведской бани пасту когда работа на воздух воздух забирается ниже уровня полка сантиметров 20-30 от уровня пола то есть мы поддаем пар сюда он на опускаясь вниз отработанный пар попадает в вентиляцию и уходит очень важна вентиляция после парни когда у нас здесь стены полки напитаны влагой водой и нам это дело нужно высушить поэтому очень важно чтобы печка была теплоемкая могла высушить это и очень важно чтобы был воздух обмен вот тогда должна быть вентиляция либо где-то возле потолка который мы уходя после процедуры открываем утро приходим и на все сухо чисто многие делают под печкой именно закладывать трубу когда холодный воздух приходит при точках грубо говоря он проходит через печку нагревается и поступает есть кислород насыщен это правильно или это все-таки охлаждает камни мы таким образом не остудим мы таким образом больше подается воздух для горения дров если мы имеем ввиду дровяную печь у нас хорошая вытяжка мы радуемся что у нас дым не попадает в помещение мы радуемся тому что хорошая тяга дрова хорошо горят но сколько воздуха вы улетает в трубу столько же воздуха должно и попасть сюда из вакуума воздух не выйдет тяги не будет то есть у нас вот эта труба она с улицы она чаще всего подает воздух для горения печи потому что в противном случае вот у меня нету такой трубы но у меня у меня рядышком окошечка она в стороне от зоны отдыха я приоткрываю окно у меня через окно пошел воздух для горения печи а если нет такой возможности сделать приходится проложить трубу и тогда вы через эту трубу не открывая окна в комнате отдыха чтобы не было сквозняка через эту трубу подается воздух для горения печки Ну и часть воздуха, которая не забирается для горения печи, она попадает в парную, свежий воздух, но здесь все равно его не столько. Все равно пар, воздух, который подается, он холодный. Все равно пар, который мы подаем, он более горячий, чем тот даже, когда он немножечко нагреется, тот воздух. И пар все равно давит сверху вниз. Пар расширяется, он все равно давит сверху вниз. Но потом движение воздуха есть небольшое. Это не проветрит вам полностью парную, но позволит печке работать, позволит вам небольшое количество кислородных воздух и доставить. Ну, у вас окно в парной. Многие, это как бы, ну понятно, что это для приточки, для проветра. Нужно ли обязательно, если есть возможность, позволяет делать окно, либо не делать? А вот это обязательно. Окно. Это одно из важнейших требований. Окно должно быть, точка. Точка, да, так. Почему? А зачем мы в квартирах окна ставим? Ну, санация, свет, кислород проветривать. А в парной нам этого не надо? Ну, я часто вижу вот в парной, допустим, в каталогах, когда красиво одной полки, многие сидят в улице. В принципе, оно как бы с точки зрения практичности, там, постоянно будет запотевшее и все остальное. Нет. Оно не потеет, оно нагревает. То есть сейчас мы используем здесь стеклопакет. 21 век, да? Здесь тоже самое стоит двухкамерный стеклопакет трёхслойный. И оно никогда не запотевает, через него видно и природу видно, но в то же время его всегда можно открыть и проветрить. И окно должно быть достаточно большим, потому что маленькое окошко побольше уже не откроешь. Большое можно открыть на минутку и закрыть, если там минус 40 за бортом, да, чтобы совсем не выстудить парную. А маленькое окошко, вы так уже большое, не проветрите, не откройте, чтобы оно за минуту всё проветрило. То есть для тех, кто хочет сделать баню хорошую, есть возможность обязательно делать окно, правильно? Окно и побольше, да. Современный стеклопакет, у нас же в квартире, кстати, стеклопакет, мы же не боимся потери тепла и через него всё остальное. То же самое здесь в парной. Если, допустим, касаемо материала стен отделы парной, есть какие-то там уж предпочтения или это, в принципе, на вкус? Это уже на вкус гостя. Если парная сделана из брёвен, если она сделана из бруса, в принципе, стены можно и не отделывать. А если она выложена из каких-то плитных материалов, из блочных материалов, то, конечно же, нужно стены отделать будет дополнительно ещё. И тут уже фантазия, конечно, сейчас в современном, в наше время, в современном мире уже есть у нас и канадский кедр, есть уже и абаш привозят заморские всякие древесины. Но они абсолютно не лучшие. Единственное, что они могут как-то интерьерно. По функциональности они ничем вообще не лучше. Абаш точно так же греется, как и липа. Вот кедр, он хорошо пахнет, но тоже когда без избытка, когда вот заходишь, а вот сдавливает аж голову вот этим запахом кедра. То есть должно быть немножечко. Но он, конечно, красивый. Вот для интерьерных решений он может быть. Всё остальное, в принципе, это уже на вкус самих владельцев пейбани, которые вот её обустраивают. То есть принципиального нету? Можно делать парную на своё усмотрение, на свой бюджет? На свой бюджет, на свой вкус. Я предпочитаю наше. Это липа, пиломатериалы, это ольха, иногда может быть осина. Мы протопили баню до, как мы обсуждали, температуры 50 градусов. И уже, в принципе, в это время нагрели камни хорошенько и начинаем парение. Как вообще начать правильное парение? Чтобы, как вы говорите, подготовка. Правильно? То есть мы пришли, левли и сколько времени мы должны полежать? Ну, во-первых, вы никому не должны, вы просто лежите сколько вам хочется. Опять же, всё зависит от парной. Например, вот здесь в моей парной, почему она и такая вот сделана, она очень хорошо управляемая. И здесь люди часа по два, с половиной, по три проводят, в принципе, только в парной. С выходом на улицу гунулись иногда, когда уже мы нагрелись, потом вернулись сюда. Здесь у меня есть достаточно много воды. У меня здесь три точки водоразбора. Холодная, горячая, холодная, горячая, холодная. Здесь у меня хорошие водостоки. Здесь у меня под каждым из полков. Здесь у меня залповое проветривание с учётом розовый троп моментальное. Поэтому мы здесь полежали, прогрелись, как только нам захотелось выйти. Но здесь я провожу процедуру. Я вижу, гостям захотелось свежего воздуха, захотелось чуть-чуть охладиться. Я открываю окошник, открываю дверь, проливаю водичкой. И никуда идти не надо, оказывается, уже здесь хорошо. И здесь можно покайфовать, и можно подремать, можно расслабиться, выключить все мысли. И вот с этого начинается перезагрузка, то, для чего люди ходят в баню. Потом, когда мы уже начинаем париться, когда мы уже как следует разогрелись, мы можем выйти на улицу, нырнуть в холодную водичку. Но опять же, это уже будет, наверное, второй, третий заход в парную. Потому что, может, даже третий, не всегда со второго захода. Люди хотят иногда, бывают противопоказания. Мы прямо здесь проводим процедуры контрастные, водой различные температуры уже обнимаем. Но чаще всего, конечно, люди выскакивают уже в купель со свежей водички. Когда уже нагрелись. Да, когда уже глубоко нагрелись. То есть, первый раз мы чуть-чуть пустили сок. Да, прогрелись второй раз. А мылись после этого, это можно сделать либо в душе. Это я говорю уже в общем таком, смыли себя весь этот пот. Хорошо в это время сделать скраб. То есть, кожа, которая должна смениться, она отшелушивается. Ее хорошо сейчас помочь ей убрать. Скраб различный. Это может быть и соляной, и соль с медом. Это может быть кофе. Это может быть различные совершенно виды скраба. И все зависит от предпочтения гостей. Сколько вообще можно заходов делать? Ну, чтобы не в ущерб организму. В принципе, можем париться и до седьмого пота. Это вот пока семь раз мы не пропотеем, то есть, семь заходов может быть. Но заходы, они должны быть, вот начинается с самого легкого. Зашли, просто прогрелись. И потом все сильнее и сильнее нагреваемся. Тогда мы все сильнее и сильнее охлаждаемся. После первого захода мы помылись. Мы, когда чуть-чуть прогрелись, мы помылись в тепленьком душе. Таком, может быть, чуть-чуть слегка прохладном, комнатной температуры. Второй раз, когда мы нагрелись, мы в более прохладном душе помоемся. Или же здесь мы делаем более прохладное мывание. А после третьего захода, когда мы глубоко прогрелись, мы тогда можем выскочить уже в снег, в ледяную водичку, там в купель. Мы вернулись в парную. И в процессе парения последующего мы уже достигли пика нагрева и достигли пика остывания. И сейчас это дело все опять нужно сравнять примерно. Каждый последующий завершающий заход должен быть чуть-чуть помягче, чуть-чуть помягче. В результате последний заход может быть таким релаксовым. Просто зашли гости, легли на полок. Опять чуть-чуть дали пару, как первый заход. Чуть-чуть прогрели их, обмыли. Либо они вышли в душик. Таким образом, может быть до семи заходов. И из бани очень правильно, когда выходишь в том физическом состоянии, в каком он вошел. Не то же здесь распарился, выходишь, да морда красная такая, это немножечко неправильно. А когда вы закончили потение, закончили панную процедуру, вы выходите спокойненько одеваетесь, вот это очень правильная баня. Ну, как понять, что ты уже остыл? Ну, вот попарился, обмылся и сидишь, ждешь. Как понять, что уже остыл и можно идти в следующий раз? По самочувствию, если уже нет такого датчика, что я посмотрел, о, я уже остыл. Это не термометр, а все делается по самочувствию в бане. Сколько надо времени провести в парной, какие процедуры. Это все очень зависит от самочувствия, от той ситуации, с которой гость сегодня пришел. Он может прийти в начале простуды, для того, чтобы простимулировать иммунную систему и не заболеть. А кто же ко мне очень часто приходит, он может прийти в конце простуды, когда уже пик прошел и организм начал брать вверх и уже все пошло на поправочку. Вот раз и уже завтра будешь абсолютно здоровенький после баньки. Это может быть спортсмен, который перезанимался, который просто позанимался, который дал там нагрузку, ну не знаю, например, на ноги, там, да, приседания, бег, еще что-то. Надо поработать с мышцами, выгнать молочную кислоту. Это может быть человек с плохим настроением. Это может быть, блин, как у меня все классно в жизни. Сейчас еще баньку настоящую и вообще будет зефир в шоколаде будет. Тогда берут ты алкоголь? Не-не-не-не. Я так понял, что алкоголь в бане неприемлемый. Да, здесь него не хочется. В этой бане никому не хочется кати алкоголь. Были ребята, постоянники сказали, что, Ген, мы хотим сегодня выпить. Мы знаем, что нельзя, но мы собрались втроем не часто, но вот мы хотим. Вот именно сегодня мы знаем, что вот ты сначала попаришь после бани нас, да. Я говорю, да, пожалуйста, после бани что угодно. Они бутылочку искоря поставили на стол перед входом, при входе в парной, а потом так же забрали и сказали, что не хочется ни пить ничего. Из Питера гости, когда они ушли, я смотрю, на крыльце стоят две бутылки пива, снаружной стороны их даже не видел. Ребят, пиво забыли, не хотим. То есть отдохнули так и сняли строить баню. Потом, более того, я смотрю, что они даже выбросили сигареты и спички. Правильно баня решает вопрос с алкоголем и с табакокурением. Да. Но еще подчеркну, что очень важно, сейчас не знаю, насколько это правда, ученые доказали, что лечить коронавирус, что он боится больших температур. И, в принципе, банные процедуры очень сильно снижают количество содержания этого вируса. Есть на вашей практике, что приезжает кто-то, типа, будет прогреться от коронавируса? Нет. Когда коронавирус уже непосредственно, когда люди сидят дома в масках и боятся куда-то выходить. А вот для профилактики, это первое средство, я вот как раз всегда раньше проводил, а сейчас вот особенно провожу парение, используя максимальное количество соответствующих трав, добавок. Это эвкалипт, я делаю эвкалиптовую подачу на камни, я делаю эвкалиптовый скраб. Это пихта, это можжевельник. Все вот эти вот, все эти вот составы, они обладают сильным обеззараживающим свойством воздуха. Воздух и на тело они попадают, они попадают в кровь. Когда мы наносим скрабик, вот, то в скрабе содержатся натуральные, может быть, пихта, как я говорю, можжевельник. Я пропускаю иголочки через мясорубку и это вот добавляю в скраб. Это не масло. Не масло. Это не масло, да. И мы этим дышим. Мало того, что мы этим дышим, так мы еще через поры, оно попадает в кровь. И вот эти все вещества, они активно борются со всеми вирусами и для профилактики. Поэтому сейчас оно актуально и я использую больше сейчас, чем, как раньше, там была ромашка, там, например, там, мята, лаванда. Эти использую, когда вот есть уже соответствующие запросы. А когда гости просто приходят в баню, я обязательно делаю такой антисептический сеанс. Это мы и дышим, и скрабики эти вот, и обмывание бывает, водичка такое делается тоже. Вот маска может быть тоже с эвкалиптом. Я делаю для профилактики и заболевания. Нет, маска на все тело. Маска на все тело, да. Это делается вот именно на этом полке для скрабирования, для спа-процедуры. Вот это полочек тоже излип и все. Он ниже, здесь приятная атмосфера, здесь очень хорошо полежать. Потом попитать этой маской и тело, и подышать. Хорошо. Ну, мы, понятно, дышим маслами и все это пропускаем. Влажный воздух должен быть, не сухой. Конечно, конечно. Какая влажность должна быть в бане оптимальна? Ну, влажность, она очень сильно влияет на восприятие температуры. Почему вот эти вот сауны, есть сауна, которая переводится как баня, лазня, по-русски баня, по-белорусски лазня, по-литовски там пиртес и так дальше на разных языках. А есть сауна-бренд, которые именно сухо-воздушные бани, которые делаются при бассейнах, где можно выйти просто погреться и так дальше. Так вот, там влаги нет в воздухе. Там влага, ну, стремится к нулю, потому что там парные эти встроенные и там много влаги не дашь, потому что, ну, ее нужно будет потом как-то убирать. Поэтому там идет без влаги, просто прогрев. А в русской бане температура до 60, максимум до 70 градусов, но и количество влаги тоже до 60%. Поверьте, 60% влажности при 60 температурах это режим для столеваров. Для вот таких вот мальчиков и девочек, которые очень любят кусучее, очень любят горячее. А при 60 градусах мы даем пар и много пара дают именно вот такое вот ощущение очень горячести. Но температура как бы на 60, она так и есть. Но обычно влажность тяжело догнать, обычно 20-30 максимум. Да почему тяжело догнать? У нас есть печка с разогретыми камнями и мы даем столько пара, сколько нам нужно. И пирог пара, он может стоять под потолком, откуда мы можем его черпать, там опускать, прогревать. А также можем пирог паром опустить чуть ли не до уровня полка. Есть и такие технологии, когда парится человек, он лежит как пирожок в духовочке в этом пару. Там совершенно другое воздействие, это разные техники парения, это вообще разные такие вот направления. То есть количество пара регулируется количеством поддачи воды на камни. Кстати, вот про технику парения, мы вообще может быть, если будет интересно, ставьте лайки, задавайте вопросы. Мы можем снять отдельно видео, потому что у вас, я так понимаю, что очень большой опыт. И это вообще, наверное, отдельный будет даже ролик, где мы будем рассказывать про технику парения, как правильно париться и как это все должно быть по-настоящему. Я обратил внимание, что очень удобно, когда лежишь, подложишь в голову, расскажите, что это подножки. Это под ноги. Да, это под ноги мы подкладываем для того, чтобы, когда человек лежит здесь, и мы парим, чтобы пальцы не стукались об полок. Во-вторых, более комфортно, когда человек лежит на животике, когда человек лежит на спине, мы его подкладываем под коленки, и тогда идет разгрузка на позвоночник. Позвоночник занимает более удобную позицию, более спокойную. Я думал, что это под ноги. Нет, 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 это под ножки. Он тоже здесь всегда под рукой, то есть здесь в бане сделано все так. Он раз подкатил, гость лег сюда, потом гость, когда переворачивался, ножки поднял, Валик толкнул, он туда укатился, гость перевернулся, Валик взял, ножки поднялся, здесь все быстро, удобно, ничего никуда не падает. То есть немножечко продумано вот в этом отношении. Я вижу, что у вас большая парная, и она удобная тем, что тут могут и дети, допустим, и тут и парить, то есть, в принципе, тут как-то основная комната, правильно, да? Какой сейчас вот клиенты и зрители наши, допустим, какая самая оптимальная парная по квадратуре для семьи из четырех человек? Такая, где бы могли лечь четыре человека. Лечь, да. Сколько квадратов? Ну, вот разложите людей. Каждая баня, она очень индивидуальна. Надо подбирать, смотреть, что нужно именно для вашей семьи, что вы хотите с перспективой на дальнейшую. То есть будет ли только ваша семья, или к вам будет приезжать большое количество гостей. То есть, исходя из этого, строятся различные виды парной, как по печке, по площади, по высоте. Но надо помнить, что парная – это самое главное в бане. Мы здесь проводим основное время, и здесь мы находимся в режиме таком наиболее… Если чуть-чуть перетопить, то там будет уже жарко. Если мы не догрелись, нам не будет хватать тепла. То есть здесь должен быть максимально хороший режим для дыхания, чтобы хватало воздуха, и для того, чтобы мы спокойненько лежали и расслаблялись. То есть парная должна быть, ну, по-моему, метров от десяти, как минимум, и выше. А квадратных? Да, квадратных метров. Парная, еще раз повторю, это одно из основных помещений. Душ может быть один. По очереди вышли, все равно в душе там муж с дочкой мыться не будут одновременно, да? Папа с дочкой. Душ отдельно, его хватит одного вполне. А вот в парной должно быть так, чтобы могла бечь вся семья. То есть, если вы хотите сделать, допустим, парну на четырех человеках, значит, надо, чтобы четыре человека легли. Могли бечь, да. И там они могут лежать различным образом, могут быть рядышком, вот как у меня здесь там три плюс один, могут лежать на одном полке, в один большой полок тоже делается, есть такие решения совершенно. Но парная рассчитана на столько людей, сколько людей может лечь парной. Все, баня рассчитывается. То есть, рассчитывайте объем помещения именно на то количество людей, которые собираются посещать, одновременно посещать баню. Любая баня, что разумывает, я так понимаю, что классическая, это сразу контраст холодной воды. Да. Ну, лад сделан стеклянный, как он называется? Чан. Чан, да. Но чан – это с теплой водой. С теплой водой. Холодная вода у нас вот в этой купели. В роли купели может выступать совершенно любая емкость. В данном случае это стеклопластиковая лодка. На. Ну, вообще правильно вы выходите и на улицу, или это лучше остывать в нормальных комфортных условиях, или это на любителей? Это на любителей и на состояние. Иногда люди приезжают, те, которые выходят окунаться, они в другой раз приезжают и говорят, мне сегодня не хочу переохлаждаться, сегодня мне хочется тепла, набрать много-много тепла и везти его отсюда с собой именно в таком состоянии. Тогда мы не выходим сюда. Но когда мы нагрелись, глубоко, хорошо прогрелись, там до самых косточек, тогда естественно, что нам хочется выскочить, охладиться в водичке, либо в снегу зимой, когда он есть. И после этого уже в теплый Чан с теплой водой, там 40-42 градуса, такой релакс наступает от перепадов. То есть свежий воздух на улице может быть минус, а Чан – 42 градуса. 42 градуса, да. Он постоянно подогревается, здесь особенно вечером хорошо, звезды, тишина, вот, и очень атмосферно. Мне кажется, татары-монголы варили раньше суву в таком, а сейчас мы просто сидим. Нет, ну вот эта вот идти, она очень классная. Согласен, да. Потому что действительно после бани продышаться и в теплой воде, ну, были случаи, когда переварился кто-то. Нет, температура контролируется для того, чтобы было комфортно и хорошо. Уже кто-то привез тёщу, посадил и затопил хорошенько. Или не было? И хорошенько заплатил за это. Нет, нам тут несчастные случаи не нужны. Не нужны, да. Геннадий, спасибо, что рассказали нам подробно про вообще баню, про как должна быть концепция. Я думаю, что мы к вам ещё заедем на процесс варения. И это тоже как бы интересно. Я думаю, что будет интересно нашим зрителям. Хочу ещё для наших зрителей порекомендовать вашу баню, потому что сам лично пользовался, и мне очень понравилось. Хотя я там люблю баню. И можем ли мы для наших зрителей дать 10% на ваши услуги, именно на парк Морозова, на баню. И расскажите, что будет, какие вы услуги предоставляете, и что вы можете... Ну, во-первых, спасибо, что приехали и всё это дело посмотрели, и так внимательно всё поспрашивали. На самом деле мы заектор затронули только вершину айсберга. Всё остальное, что касается бани, оно очень большое, обширное. Это и строительство, это и обслуживание, это и планировки, это и всё-всё-всё, что сюда входит, и печки, и палки, там, материалы. Я так понимаю, будет, можно сделать целую серию. Если будет интересно, мы можем об этом подумать и сделать серию такую банную. А то, что касается самого парения, да, для посетителей, для зрителей канала, мы можем сделать 10% скидку на процедуру парения. Процедуру парения, она подразумевает, именно проводится в этой бане, потому что она может дать любую возможность для любого человека. Самому маленькому мне здесь было 3 месяца Елисею. Баня очень контролируемая и хорошо управляемая, поэтому совершенно любым людям сюда можно и с повышенным давлением, с пониженным, беременные сюда приезжают. И не могу сказать, какую процедуру мы будем делать, потому что всё зависит от задач, с которой гость приехал. Какие процедуры? Но в любом случае это будет какое-то скрабирование, это будет парение, это будет, ну, как всегда, чай, мёд, сухофрукты. Это вообще обязательно в нашей баньке. Отдых, релакс. Парение может быть тонизирующим, может быть релаксирующим. Там совершенно, ну, вариантов очень много, поэтому у каждого будет своё парение. Ну, это для зрителей вашего канала. Для тех, кто хочет попариться профессионально, с опытом, плюс пообщаться с хорошим профессиональным человеком, обращайтесь, рекомендую. Ссылка будет в описании, на сайте, контакты Геннадия. А всем спасибо, ставьте лайки. Для тех, у кого остались вопросы, пишите в комментариях. Геннадий, мы будем рады ответить. Если вам понравилось, ставьте лайк, мы снимем новую серию именно про процесс парения. Да, и задавайте вопросы, будем отвечать.